Всем привет! Меня зовут Марина. А меня Евгеша. И добро пожаловать на мой конный канал. Сегодня мы будем снимать такое видео «Было-не было. Конная версия». Я написала свой пост в инстаграм, чтобы вы писали нам ситуации, вопросы. И также Евгеша написала ссылку на блог. Все ссылочки есть в описании. Обязательно подписывайтесь, там очень много новостей. Поехали! Анна Николаева спрашивает, было ли такое, что вы засыпали на лошади или что-то такое? Ну, у меня такого не было. Нет. Это странно как-то было. Полина Гоева спрашивает, было ли такое, что от тебя сбегала лошадь? Было. По глупостям имела. У меня не было. Ну, они возвращались. Это мой кусок. Было ли такое, что ты падала с лошади, когда она была на свече? У меня такого не было. Да, я вообще на свечку даже не вставала почти. Вставали на графе? Только один раз, да. Но мы не упали. Первый раз, когда я вставала на свечку, это было на графе, но я не падала. Это самое удивительное было, что я не упала. Ангелина Цорина задала вопрос, было ли такое, что твоя лошадь тебя купила? Кусала. Ну, было, но только не моя лошадь, на меня ложечку сала. Да. По-моему, это было со всеми кониками. И копытом наступала, и кусала. Ульяна Невзорова спрашивает, было ли такое, что вашу любимую лошадь увезли, а никто не хочет дурить, куда именно ее увезли? Дыма! Ну, у меня такого не было. Нет. Нет. О, Ангелина Цорина опять спрашивает, был ли такое, что вы ездили, ты ездила купаться в реку, в реку верхом. Да, у нас недавно такое было, вот. Я первый раз ездила с Женей недавно, и у нас есть видосик на канале, и в канале блоге, вы можете посмотреть, ссылочку оставлю в описании, было вообще классно, супер, прикольно. А мы тут едим. У нас тут пир на весь мир. Анна Николаевна спрашивает, было ли такое, что вы приходили в конюшную в 5 утра? Было. Редко. У меня не было, но думаю, завтра будет. Было ли такое, что вы с лошадью при повороте падали? Я, по-моему, только при поворотах и падала. Было, когда я еще тогда ездить не умела, это было что-то год или два назад. Я решила лошадь промять и поукендроваться чисто перед девочками. И лошадь козлянула, и я там огрохнулась, и лошадь, короче, убежала. Это хорошо было, что это было манежо вообще. Тогда я была еще маленькая группа. Мы, короче, поехали с Женей кататься, ездить. Космос меня, короче, понес и завернул, как бы, обратно туда, в конюшню, и я чуть не грохнулась. А так я вообще, по-моему, падала, да, при поворотах. Настя его лампила. Было ли такое, что вы падали с лошадью в лужу? Я помню. Было, когда я обучала своего первого пони. Я на нем ехала, и тогда мне было что-то лет 12, наверное, когда мне подарили первую пони. Еду я на нем, еду, и тут он просто чисто так падает в лужу. Вот, ну это было вообще что-то с чем-то. Мы взяли Буяна, заседлали, решили на нем проехаться. Я, короче, это было, не знаю, весна уже. Там была лужа. Да, там была, в общем, лужа, а Буян подскользнулся, а я вместе с Буяном упала в лужу. На обоих. Отскочила, и все нормально. Ну, в общем, все обошлось хорошо. Анастасия конная. Было ли такое, что вы хотели уйти из конного спорта? У меня такого не было вообще. А если я займусь дьяволом, то все, а это навеки. Тем более, если у тебя уже есть твои животные. Да. И это родное для тебя. Мария Вальс спрашивает, было ли у вас такое, что вы просто не хотели идти и ухаживать за лошадью? Нет, не было. У меня тоже такого не было. Всегда хочется идти, чистить их, погладить, там, покормить, почесать. То смысл вообще просто попу катать, так сказать. Это неэффективно. Теперь будем читать ваши вопросы с моего инстаграма. Было ли такое, что ты переставал любить свою любимую лошадь по своей причине? Нет, наверное, не было. Если лошадь любимая, ну не знаю, у меня вот есть любимая лошадь, я ее люблю. Было ли такое, что конь хватало вас за между зубами? Ну да, у меня, когда я зимой ходила, за куртку тянули за мзубами. Я Жорька. Было ли такое, что ты каталась на лошади без седла? Конечно, было. Да. Очень много. Достаточно много раз. Ну вот и все. Это были все вопросики, самые интересные, которые мы отобрали. Если вы хотите подлиннее выпуски, то заходите в наш канал-блог в инстаграм и задавайте тоже под такими постами вопросы и так далее. Также можете написать в комментариях, какие видео вы хотите видеть от нас. Ходит гакать! Вот здесь вы можете посмотреть то самое видео, как мы ездили на речку верхом. А здесь вы можете посмотреть еще одно очень клевое видео, я думаю, вам понравится. А вот здесь вы можете подписаться на мой канал, кликнув на кружочек. Ну а с вами была Марина. И Евгеша. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok